Портал Инсургент, здравствуйте! Вот-вот начнется двухдневный фестиваль Самайн, посвященный древнему кельтскому празднику сбора урожая. Мы пообщаемся сегодня с выступающими музыкантами, а также с разнообразной публикой, что, собственно, они знают о самом празднике, а также о впечатлениях о данном фестивале. С нами Саша Бу! Здравствуйте! Расскажите о вашей продукции! Здравствуйте! Я делаю рожки, волшебные аксессуары, всякие веночки с цветами. А скажите о своем личном отношении к данному фестивалю. Какое у вас оно вызывает ощущения, эмоции? Я обожаю этот праздник, жду его с нетерпением каждый год. Я всегда здесь, на этом месте. Спасибо большое Федору Воскресенскому, что он это все делает, потому что это просто праздник для души, для тела. Все эти... Вы сами, да, сделаете? Да, я делаю все сама еще. Я шью одежду и валяю шерсти, шапки, метенки, одежду. Сколько по времени уходит, ну, вот, например, на такой вот... Ну, примерно пару дней зависит от детализации. Вот, и надо ли ему долго сохнуть или нет. Модель рогов, которую я придумала год назад, они тройные. Их называют рога Малифисента Плюс. Вот, очень необычный такой образ. Я ни у кого больше таких не видела. Это мое личное изобретение. Вот, дает плюс 100 к свирепости. А из каких материалов? Это папье-маше. А вообще, я делаю из полимерной глины, эвофома. Ну, и очень много разных использую материалов. Фоамиран. Что там еще? Эпоксидка. Денис, здравствуйте. Расскажите о себе, о ваших товарах, о ваших флейтах. Флейты же? Да, да. В общем, я пришел к Александру Караваеву по объявлению на работу. И, в общем-то, он меня научил изготавливать эти замечательные инструменты. Вот, соответственно, подтянул меня в плане техники игры на них. И, в общем-то, уже, наверное, где-то год я у него работаю. Ну, и, в общем-то, на постоянке, и все здорово. Недавно мы начали выдвигаться на такие фестивали, продавать эти вислы. И народ охотно покупает. Ну, в частности, если люди хотят научиться играть на инструментах, то они берут для начинающих такие, знаете, без настройки, просто без подстройки вислы. И просто на ютубе видеоуроки смотрят и играют. Висла – это название, да? Ну, да. Сможете что-нибудь наиграть? Да, конечно. Вещи, сделанные из кожи, друзья, я подчеркну, из кожи замик музыканты. Группы Эльдорад. И это не шутка. И потому что, если ребята несут углом из кожи. Ну, как, что, ребята, такое взаимодие, настоящее. Дикие, весомые. С ним как-то неожиданно. Я не знаю, что вы хотите консультироваться. Скажи. Это что вы сейчас наиграли? Что-то народное, национальное. Ирландская джига. Какое впечатление о фестивале? Прекрасно. Народ очень хладкий, веселый. Настроение отличное. Офелия, здравствуйте. Как вам фестиваль, расскажите? Задорно. Немножко волшебно. Немножко по-городски. На какие группы вы пришли, кого хотите послушать? Ну, я сейчас вот с нетерпением жду Оргию Праведников. Ребята сейчас играют. Много молодых, много тех, кого я слушаю сейчас, наверное, в первый раз. И хотела послушать именно впервые. Увидеть кого-то нового. Вы только на один день или на два? На один. А завтра почему уже не хотят? Ну, так вышло. Расскажите о своем образе. Что это? Дорожки. Никакой тут персонаж, нет? Ну, не знаю. Как-то очень давно нашла себя маленьким фавном и подумала, что это прикольно. Еще ими можно... И это же классно. Много знаете про сам Айн как праздник древний? Ну, достаточно. В свое время интересовалась, узнавала, пыталась коррелировать. Как-то потом поняла, что для меня это больше социальное. Придете в следующем году на фестиваль? Надеюсь, что да. И в прошлом году была. Наталья, Алексей, здравствуйте. Как вам фестиваль? Отлично. Великолепен. Лично я здесь уже не первый раз. Я вообще из Ростова-на-Дону специально приезжаю в Москву на Самайн, потому что это того стоит. Ребята, приезжайте. Кто еще не был, не пожалеете. А я приехал из Томска. Из Сибири. Из Сибири. Видите, мы преодолеваем расстояние, поэтому, ребята, оно точно того стоит. Приезжайте автостопом, приходите пешком, прилетайте. Оно того стоит. А вы автостопом приехали? Нет. Автобусом. Леша летел самолетом. Самайн объединяет людей. Скажите, как вы относитесь к самому этому празднику? Что вы знаете о нем? Самайн – это древний кельтский праздник. Да. Тогда, когда размывается, скажем так, граница между миром мертвых и миром живых. Когда собран урожай, когда в силу вступает зима, темное время года. И духи, вроде меня. Всякая нечисть, да. Могут оказаться среди живых. Да. Но их не нужно бояться. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Что за образ у вас? Сатира. Сатир. А завтра вы будете на фестивале? Обязательно. Обязательно. Мы преодолели такие расстояния, чтобы в полной мере вкусить праздник. Чьи выступления вам сегодня понравились? Из тех, что уже выступали – это «Спайр», «Горний озер». Вот сейчас ребята «Ирдорат» играют, очень ждем. «Топельстанс». И сегодня будет «Оргия праведников». Да. Обязательно послушаем. А на завтрашний день кого хотите послушать? «Волос Бэнд». Ребята. Ой. Ребята из Шотландии, группа «Сорис», которые еще выступят вечером в воскресенье. Я лично там тоже буду. Пойду. Вы тоже присоединяетесь? Ты пойдешь? Обязательно. Завтра еще увидимся тогда с вами. Спасибо вам. Катя Роман, здравствуйте. Как вам фестиваль? Мне очень нравится фестиваль. В этом году организация не подкачала и стала намного лучше, чем в прошлом. А в прошлом какие косяки были? Ну, в прошлом было слишком много народу. И в этот раз решили сделать меньше билетов, но больше воздуха и пространства. Это круто, мне понравилось. Шикарный фестиваль. Обожаю и поп-музыку, и уже в который раз уже тут. И, в принципе, с каждым разом все лучше, лучше и лучше становится. Ну, классно. Чьи выступления вам сегодня понравились? Мне понравилась Fall Fiction из Казани. Они были крутые. Спайра. Они жгут на волынках. Также мы любим Эрдорас. И ждем Тойфинстанс, конечно же. Они самые любимые. Да. В общем, это полностью солидарен с Катей. Действительно, вот все группы, которые она перечислила, они просто бомба. И потанцевать, и хоровод покрутить. Там даже свэмп был. Вообще шикарно. Завтра придете? Нет, мы взяли билеты на один день, потому что группы, которые во второй день сосредоточились, я их слышала на День Святого Патрика. То есть разбиваю в году на два дня концерты. Ну, лично у вас какой вот прям в душе отголосок этот праздник вызывает? Ну, вообще я верю в реинкарнации. Вот, и мне кажется, что я где-то жила в такой стране, и это какие-то прям совсем тонкие струны задевает, особенно музыка. И я прям чувствую себя живой. Прям ва-а-а. А почему у вас такой вот образ? Как выбор пал на него? Ну, я вообще еще увлекаюсь Японией. И я решила смешать теплое с мягким. И, ну, старалась придумывать небанальный образ, поэтому выбрала Пикачу. Да, очень позитивно, весело, нерадостно. Вот. Ну, какой вопрос ответить? У вас какой образ? У меня образ демона терний. Я очень увлекаюсь друидническими верованиями. Ну, в принципе, различными старыми, старыми, древними вероисповеданиями. И у друидов был такой, ну, назовем это феей, по сути. Злая фея терний, которая много зла приносила друиды и приносили жертвоприношение для нее, чтобы ее задобрить. И, соответственно, этот демон поглощал людей. И я в своем образе как раз хотел показать, как терний постепенно поглощает человека. Костя, здравствуйте. Скажите, как вам эмоции от фестиваля, впечатления? Ну, что ж, очень разнообразно, очень весело, очень эклектично. Самые разные штуки показывают. Вот эта группа пытается, по-моему, вызвать Сатана на сцене. Это весело. Сатана бы украсил этот вечер. Впрочем, как знать. Как вы думаете, получится ли у них все-таки в итоге? Как знать, как знать. Они стараются. Из-за старания мы уже можем наклеить на них маленькую звездочку. Вот. Расскажите о своем образе. Ну, это заводной апельсин. Да, я угадала. В интерпретации Стэнли Кубрика за авторством Бёрджеса. Ваш любимый фильм? Мой любимый режиссер. Фильм Одиссея у него сильнее. А почему именно этот образ решили выбрать? Соскучился по старому доброму ультранасилию. Вы в первый раз на Самайне, или? Нет, нет, к сожалению, нет. Я уже 13 лет занимаюсь этой хренью. Занимаетесь именно? Ну, хожу на концерты, пытаюсь быть в курсе событий в этой тусовочке маленькой. Это же такая своего рода семья. Завтра придете? Да. Какие группы вам нравятся из выступающих? Я не знаю, Тентал сегодня по мне выступает. Мне нравится группа Тентал. И все? Остальные? Ну, Суперстан, Тентал. Ну, и так. Я люблю слушать новое просто. Если мне что-то нравится, я потом загуглю это и обязательно добавлю в свой трек. Ну, понравилось что-то сегодня? А я почти не слушаю. Я так брожу, хожу. Ну, нет, играют классные штуки. Предыдущие ребята были классные. Казахи, которые... Нет, кто они были? Честно, не... Татары, казахи. Какие-то восточные чуваки. Очень неплохо играли каверы на ирландские стандарты. «Вискин, джер», «Рокки-роте, даблинг» и прочее. Классическое. С нами Егор из группы «Спайр». Здравствуйте. Привет. Расскажите о своем творчестве, о творчестве вашей группы. Ну, группа «Спайр» играет такой средневековый black metal. Это смесь тяжелых барабанов, зажигательных гитар и, конечно же, волынок. Как давно вы в группе? Я играю в группе эпизодически с начала этого лета, но сама группа существует уже достаточно давно. Я успел объездить как всю Россию, так и достаточно далеко за границей. Сможете что-нибудь сейчас наиграть? Как давно вы начали заниматься музыкой? Как давно у вас этот инструмент, вы его как давно освоили? Музыкой я начал заниматься лет 7, наверное, а вот волынкой занимаюсь 3 года. Но за это время она уже успела преподнести очень много разных сюрпризов и привезти, в частности, сюда. Как вам сам фестиваль, как публика, как атмосфера? Замечательно. От публики чувствуется необыкновенная отдача, которую редко где найдешь. И просто на любое твое действие на сцене зал откликается. Это очень-очень здорово. Что вы знаете о самом Самайне, как о древнем празднике? Я знаю, что это время собирать урожай и жить зиму на то, что собрали. А если не получилось, так не получилось. Ну и, конечно, повальная мистификация всего и вся, которую, я думаю, в рамках данного интервью расшифровывать очень долго. Почему же? В чем мистификация? Ну, Самайн, он как бы в сознании людей обретает очень странные признаки. То есть каждый в него, мне кажется, приносит что-то свое. Какие-то семейные иерархические суеверия приносит туда. И с наступлением Самайна заканчивается лето, начинается зима. Вот, и там на землю приходят разные там духи. В общем, творится всякое, и человечество должно быть к этому готово. И, кажется, этим Самайном мы провожаем лето, благо остались еще последние деньки. Встречаем зиму и говорим ей, что уж мы-то к ней точно готовы. А кто еще из музыкантов, которые выступали сегодня, либо будут выступать завтра, вам самому нравится? Я с огромным удовольствием плясал под ребят, которые в данный момент на сцене. Это хорошие друзья наши, это Фильстанс. Вот, я с огромной теплотой послушал Ирдорад. И я давно и близко знаком и играл с группой Оргия Праведников, которая играет сейчас за нами. И вот, так что почти все музыканты, которые выступают, очень крутые, знакомые. И я получаю огромное удовольствие, слушая их. Что-нибудь позитивное, пожелания какие-нибудь? Пожелания? Отрываться, как в последний раз, но помнить о том, что завтра все-таки нужно проснуться дома с нормальной головой. Ну, а пока веселиться, любить людей вокруг, относиться ко всем с уважением и хорошо проводить время. Спасибо вам большое. Сергей Калугин, Оргия Праведников. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите о своих эмоциях от фестиваля. Прекрасные эмоции, отличный фестиваль. Мы с Федей Воскресенским, который этот фестиваль проводит, дружим уже бог знает сколько лет. И неоднократно выступали. И всегда это очень благодарная аудитория и очень хорошая атмосфера. Так что выступать здесь мы очень любим. И Феденьке огромное спасибо, что нас позовет. Не забывает приглашать. В этом году, 20-летие вашей группы, есть какие-то вот особые прям эмоции от этого? Ну, разумеется, есть, потому что это было самое, как-то, грандиозное шоу нашей группы. Мы набили битком этот самый, господи, главклаб, гринг-концерт, ну, в общем, бывший Yota Space, бывший B1, да, вот это вот. То есть много лет назад, ну, не так уж и много, или 12 лет, мы там разогревали Алису. Этот зал казался нам огромным. А сейчас вот он уже нами взят. Вот, и мы сделали большой концерт с фонтанами огня, с вспышками конфетти. В общем, такой был мини-рамштайн. И публике очень запомнилось. То есть, вот прошлое шоу наше, Балка Занова, тоже было очень круто. Там ходулисты ходили, все было замечательно. Но это, наверное, самое яркое, самое мощное наше выступление за 20 лет. Ну, собственно, 20-летие и есть. Какие еще, можете вспомнить, такие отправные точки, прям вот очень важные моменты, какие-то переворотные, возможно? А в жизни группы? Да. То, что мы собрались, это самый главный момент. И то, что мы до сих пор не распались, это самый главный фактор. Вот и все. Вот, а все остальное, это одновременные рутины дней и огромные счастья. Расскажите, пожалуйста, о своих ближайших творческих планах. Я официально могу заявить, что в ноябре, вот сейчас, Оргия Праведника приступает к записи своего шестого студийного альбома. Де-факто он седьмой, но, в общем, так случилось, что по номеру он будет шестым. Сколько песен будет в новом альбоме? Мы обычно около десяти песен записываем на альбом. Вот, я не думаю, что сильно отклонимся от этой традиции и сейчас. До Нового года или уже после Нового года? Нет, конечно, после. Мы не... Та группа, которая пришла на студию, воткнулась, записала альбом и ушла. Нет. Мы работаем долго, дотошно. И вообще, так, если быть реалистами, презентации, я думаю, придется ждать где-то в следующей осенью. Планируются ли съемки клипов? Я не могу сказать, что мы их планируем, я могу сказать, что мы их хотим. Вот, но, честно говоря, у Оргии Праведников, вот вы задали вопрос, уткнули в больную точку. У нас нет убедительных видеоматериалов. У нас прекрасные концертные альбомы есть. У нас есть замечательный альбом «Джаз Студио», который вживую записан у нас на студии, на одной из наших студий, да. Поэтому и носит название этой студии, «Джаз Студио» в переводе со стороны английского «Праведник». И, соответственно, там отличный фильм сделан по этому поводу. Но клипов, убедительных, хороших, серьезных клипов у нас до сих пор так и не появилось. Поэтому, если найдется некий... И вот мы, кстати говоря, приглашаем к сотрудничеству всех, кто ощущает себя гением, сопоставимым с нами. Приходите, ребята, будем работать вместе, будет круто. Какие-то пожелания для поклонников? Не убивать сердце. Это самое главное. Оставаться чувствующими, оставаться... Ну, как Христос в свое время сказал, что «Детей Царствия Небесной» не убивайте внутреннего ребенка. А вот он – это единственное ценное, что во всех нас есть. Спасибо большое вам за интервью. Спасибо.